Всем доброе утро, девчонки! Боже, у меня ужаснейшие синяки под глазами, я не знаю, что со мной сегодня произошло, но, чтобы вы понимали, я очень-очень мало спала, то есть какие-то, блин, перед часом ночи у меня начались воспоминания из прошлого, из школы, из уже более сознательного возраста. Я и поревела, и посмеялась, и, короче, шотик или бу, нормально, я не поспала. Вот, happy birthday, если шо. Блин, я как-то себе, знаете, распланировала, типа, я так буду, так буду снимать, а всегда это делаю как-то по-другому, немножко сейчас привожу себя в порядок. Сегодня буду идти к подружке, она меня будет делать красивой, ну, хотя бы фоточки поделать, то есть, как бы, я не знаю, глобальных каких-то планов. Вообще, я даже сейчас, я понимаю, что это видео выйдет позже, чем я это говорю, но я боюсь всё озвучивать, потому что, если выключить свет, к сожалению, часть планов, ну, как бы, часть планов уйдёт пустую. Меня уже поздравили, сейчас несколько поздравлений вам включу, я, конечно, вчера и посмеялась, опять же, хорошо, да, и вот у меня есть мои три девочки мои, которые меня поздравили прям ноль-ноль с чем-то, я не помню, чтобы меня прям кто-то вот так вот поздравлял. По-моему, Юля когда-то поздравляла, вот, кто-то, ну, мне, короче, никто не звонил, все девочки тактичные, подумали, что я сплю, мне просто написали и звуковые прислали, сделали меня счастливой, я же поэтому-то и улыбнулась, что сидела, ревела. Ну, это, короче, 25, девочки, быстро летит время, как хочется его вернуть, но оно невозвратимо, поэтому всё, что мы можем делать, это продолжать жить дальше, как и на весах, в принципе, не обращая внимания на какие-то цифры. Поздравляю вас с этим праздником, праздником, праздником! Вот, хочу вам пожелать, чтобы ваши успехи, цели реализовывались, чтобы меньше было в жизни вида расов, неважно какой стати, женской или мужской, чтобы в ваши жизни приходили денюжки, чтобы была работа любимая, чтобы блог рос, был рост подписчиков, просмотров, охватов, чтобы денюжка, опять же, не приходила, чтобы в этом году в вашу прекрасную жизнь пришёл какой-то яркий класс, такой заряженный позитивом, хороший музык, если он тебе, конечно, нужно. Ну, думай, что надо! Вот, и что ещё я желаю? Любви, счастья, тепла, бла-бла-бла-бла. На самом деле, с днём преждения. Вот, 25 лет — это не приговор. Походу, этот влог — первый днёрожденковский. Блин, чё я говорю? Я не знаю, почему я счастлива с утра, но как-то это очень на меня не похоже, особенно в днём рождения. Ну, ладно. Наверное, будет два влога, я думаю, с днём рождения. Вот, но я ещё посмотрю, просто я уже вижу, что я уже наснимала надолго. Плюс, после этого фрагмента, который вы сейчас посмотрите, будет распаковка подарка Вероники и Саши. Там, кстати, ну, уже, что уже говорить, если скрывать, там будет протеин, о котором вы вчера спрашивали. Но сначала хочу порекомендовать вот эту вот штучку. Это спрей для волос. Ну, тут плохо видно, конечно, перевод. Покупала в Еве, каротин комплекс. Он очень классно помогает расчесывать волосы, то есть они вообще мягенько-то расчесываются, не запутываются ничего. И есть термозащита, что очень важно, когда сушишь волосы. Я сейчас вот не досушила немножко, они плюс-минус сами досыхают. Если не досохнут, тогда уже досушу. Свет пока, слава богу, есть. Собираю свой кейс. У меня вот такой. В том году мы покупали какой-то набор косметики, типа на какую-то сумму. И в подарок давался вот такой кейс от Patrice Alido. Не знаю, у кого если есть, такой напишите. Тут, конечно, дурдом. Надо разбираться со всем. Но самое классное, то, что я бы хотела тоже порекомендовать, если вы где-то увидите. Не знаю, продается ли сейчас. Вот эта вот палетка очень классная. Я буквально всем здесь пользуюсь. Уже некоторая уже позаканчивалась. Вот очень классная палетка от Glamby. А вот эту вот палетку мне дарила Юля из Днепра. Вот я, по-моему, один раз только ей красила. Здесь очень такие яркие оттенки, яркие такие вот. Надо привыкать к такому и иногда так тоже краситься. Может, меня Саша сегодня научит, и я буду чаще выходить в эфир с этой красивой. Так, что надо повыкидывать. Есть, кто помнит, я в том году набор покупала. Некоторые даже очень распакованы консильеры. А, кстати, это, по-моему, от Patrice Alido. Да, это вместе с этой сумкой я покупала. Вот это вот классный биби-крем. Советовала мне моя Натуся из Южноукраинска. Тоже хорошо ложится на кожу. Цежу давно надо выкинуть. Вот этот, чтобы вы понимали, я покупала тогда, когда была у Юли в Сдолбунове. Это несколько лет назад. Даже много, чем несколько. Ну, прикольный, но надо уже, короче, выкидывать. Это ещё новенький коллаген. Ой, короче, тут надо разбираться. И вот это классная пудра. Очень классная. Особенно Final Touch. Рисовая пудра. Когда уже готов макияж, ты себе этой пудрой делаешь то, что тебе надо. Ну, помад у меня немного здесь. Нет тех оттенков, которые бы нравились. Как-то от красного я уже давно отошла. Так, из пакетик. Микин Корн. Что ты тут делаешь? Вот что значит из меня. А вот это вот классно. Тоже это набор покупала. Смотри, вся ледо. Тоже такие, типа, мини-версии. Руки трусятся. Я так часто сюда заглядываю. Не знаю, что сегодня с этого получится. Но я надеюсь, что-то получится. Боже, надо... Боже, кисточки даже в Микиной шерсти. Надо всё это мыть. Ой, девочки. И подводка. Надеюсь, Саша меня научит делать сегодня стрелки. Ну что, с днём рождения меня. Вот такой вот подарок меня ждёт. Скажу сразу, что да, распаковываю его раньше, потому что он мне нужен и не только мне, для марафона. Этот подарочек мне сделала Вероника с Сашей. Спасибо вам большое, ребята, за такой приятный сюрприз. Ну, я не могу сказать, что сюрприз, потому что, как бы, я знала, что здесь. Но это тот случай, когда то, что действительно тебе нужно, то, на что ты себе жвобишься покупать, да, не хочешь покупать, там, или, там, сомневаешься. Я, честно, собиралась, как только узнала о марафоне, собиралась это покупать, но мне, это очень дорого, я не буду, я не хочу, ну, короче. Вот, и Вероника решила сделать мне вот такой вот подарок на день рождения. Сейчас распакую. Я хочу сказать сразу, что я не знаю, где всё это заказывалось. Вот, поэтому... Но эта штука нужна для марафона. Уже какой сегодня день марафона? Если 12-го начала, 19-е... Не знаю, посчитайте сами. Вот, так, открываем посылочку. А здесь, девочки, тут скарб. Справженный скарб. Вот такие вот протеиновые коктейли. Здесь их 4 штуки. Так, ну, подарочков никаких не положили. Я почему-то думала, что когда заказываешь, тебе так много, думают, что кто-то дарит, но не дарит. Вот такие вот протеиновые коктейли. Первый месяц, скорее всего, я это уже вам рассказала, но повторю уже, сегодня мало ли кто там посмотрит это видео и решит тоже что-то поменять в своей жизни. Боже, я решилась на это снова, опять, за несколько, скажем так, за неделю до своего дня рождения. Надеюсь, что уже есть какие-то результаты. Такое, как себе письмо в будущее записываю в прошлом. Вот такое вот с бананчиком, с ванилькой, с классик, вот такой вот классический и шоколадный. Мне кажется, вот это вот самый-самый вкусный. Вот, это не реклама, если что, это действительно подарок. Спасибо тебе, Вероника, за такие, да Витя, да Витя, ну, это ж просто, вот так, это просто скарб. Вообще, этой дозы мне бы хватило, вернее, не дозы, а вот этого подарка, я не знаю, количества хватило бы мне на два месяца. Но поскольку мама тоже хочет попробовать, поэтому я с ней поделюсь. Здесь, если мне зайдёт этот протеин, то я думаю, что я спрошу у Вероники, если что, буду уже сама себе его заказывать для того, чтобы продолжать. Я думаю, что он поможет мне в доборе белка. Вообще, любой протеин, насколько я знаю, кстати, классик нарисован на мороженом, может, будет вкус мороженого. Насколько я знаю, протеины помогают добирать белок, который мы можем не доставать с продуктов, да. Например, когда, чтобы не запихиваться яйцами, не запихиваться куриной грудкой, да, к примеру, можно просто выпить коктейль. Ну, о всём этом я, наверное, уже рассказывала в видео, или обязательно ещё расскажу. Спасибо, Саша и Вероника, большое вам за такой хороший, приятный подарок и полезный. Я, конечно, не хочу себе сегодня сильно нахваливать, но хочу показать вчера ночью, ночью. Девочки, ци запахи – это издевательство. Я очень сочувствую тем, у кого семья, да, которой нужно готовить, это всё нюхать и не есть. Готовила вчера ладушки, они прям очень-очень мягусенькие, вкусные получились. Это яблочные. Готовила для Саши сегодня. И, наверное, заберу. Я всё-таки торт вчера не сделала. Съедим сегодня вместе с Сашей эти кексики. Тоже буду приучать её к правильному питанию. Она тоже хочет перейти. Так, пока одеваем Микки, отвечу, кстати, на один вопрос, который реально прозвучал в тему. Я его прочитала, я не помню, вчера или сегодня утром, или ночью, или в переходной вот этот вот период. Вот так мы любим, да, вот так мы любим. Относительно мамы моей, относительно того, как получается у неё там готовить, она отдельно для мужа готовит, отдельно для себя. В целом получается именно так. Но есть, да, какие-то исключения, там, например, там какой-то рагу, там гречка, каша. То есть она всё готовит, и она ест, и папа ест. Как она сдерживается? Ну, это главный секрет. Ну, на самом деле, это не секрет. Я вам говорила о том, что при плавном переходе, вот, при том, когда ты не боишься что-то съесть, да, не боишься какого-то продукта. Например, захотел, там, я не знаю, болен какую-то, да, жирную там что-то съесть. Ты это съел, и ты не боишься продукта. Вот именно, когда ты не боишься продуктов, когда ты разрешаешь себе есть. Боже, Микки, ты уже заснул. Когда ты разрешаешь себе что-то есть, да, ну, иногда никто же не говорит, что ты каждый день будешь, там, я не знаю, шашлыки жарить или ещё что-то. Хотя в шашлыках тоже ничего плохого нет. То есть, благодаря вот этому принципу питания, о котором я вам рассказывала, неважно, это 16 на 8, либо же это новая система. Когда вы меняете мышление, когда вы корректируете своё питание, ну, нет проблем, например, да, что-то готовить для семьи. Конечно, запахи, конечно, хочется. Вот мне вчера тоже хотелось есть этот оладушек, но я ни одного не съела. То есть, там, разные бывают случаи. Микки, кукла Вуду. Разные бывают случаи, но это всё привычка. Это всё вырабатывается постепенно. Также меня спрашивали за перекусы. Как не перекусывать между приёмами пищи? А разве ты успеваешь проголодаться? Ну, тут ты реально ешь через каждые 3 часа. Ну, именно по вот этой вот новой системе ты ешь через каждые 3 часа. Ты поел, позавтракал, через 3 часа у тебя уже обед. Зачем тебе перекус? Ну, то есть, это, опять же, это всё привычки, это всё вредные привычки, которые нужно не подавлять, от которых нужно постепенно отходить, понимая, осознавая, для чего ты это делаешь. Прежде всего, это делать для здоровья. И, в общем, на эту тему, я думаю, мы ещё с вами поговорим. Надо мне кинести в туалет, да? Писать хочешь? Да. Каких-то бы глаз, я кужал бы. Вот, сейчас... Ну, об этом мы ещё, в принципе, с вами поговорим, потому что ты понимаешь, что тема похудения, вот этого всего, она вам хорошо зашла, и поэтому я дальше буду освещать. Единственное, что бы я попросила от вас, это обратную связь, потому что она меня очень мотивирует, зажигает, когда я вижу там комментарии, там, реакции на моё видео. Я понимаю, что я трачу на это время не зря, что я это делаю всё не зря, что это кому-то нужно. И, соответственно, я начинаю больше в этом смысле работать, что-то продумывать, какие-то видео, чтобы это было ещё больше интереснее. Поэтому жду от вас обратную связь. Боже, ещё утро, а уже столько мне поздравлений написали. Я сейчас стараюсь всем отвечать по возможности. У нас пока есть свет, но написали, что графики сегодня не действуют, сегодня будут экстренные отключения. Не знаю, получится ли из меня красотка сегодня или не получится, но оделась я вот как бы вот так, что больше мне одеть нечего. Я искала платье, но как бы не нашла себе ни тунику нормальную, ни платья. У меня есть туника, но она прям очень на меня большая, делает с меня этого Винни-Пуха. Не накрашенная, надеюсь, что... Ну, накрасить это, я думаю, точно сможем от окна. А вот накрутиться, мне хотелось ещё накрутиться. Не знаю, успею ли я, не успею. Спасибо всем за поздравления, за хорошие слова. Я в любом случае всем отвечу. Знаете, в такие моменты понимаю, что ты счастливый человек, потому что столько много людей, тебе желают столько много хорошего. Поэтому я хочу сказать ещё заранее спасибо всем, кто будет писать поздравления в комментариях. Тоже постараюсь всем поставить сердечки. Сейчас бегу, собираюсь уже, хочу зайти в кофейню, нам взять с Сашей горячий шоколад. Вот, еду взяла, я вам показала какую. Поэтому уже могу сказать. Дали буду, подаю емусь, вы дызмена сегодня, красотка, чине. Поэтому в этом видео я прощаюсь. Прошу вас ставить реакции, как всегда. Надеюсь, что вам понравилось провести со мной время, провести со мной утро. Дали буду. Всем мирного неба над головой, хорошего дня. Пусть у вас сегодня, вот у меня сегодня день рождения, я сегодня как этот волшебник. Волшебник, пусть все ваши желания исполнятся. И пусть сегодня будет хороший день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова